В России, в частности в Тверской области, с каждым днём дорожают продукты питания, лекарственные препараты и услуги. При этом зарплаты тверичан остались практически неизменными. Какие товары подорожали и насколько рост цен ударил по карману, узнаем в нашем сюжете. Бананы стали самым подорожавшим продуктом этой недели в Тверской области. Они подорожали почти на 6%. Килограмм фрукта стоил на прошлой неделе более 140 рублей. Ранее россиян предупредили о подорожании и возможном дефиците бананов из-за мятежа в Эквадоре, откуда экспортируют 96% этих фруктов. Также подорожала свекла на 4%, капуста на 3,5%, яблоки, морковь, картофель и чай почти на 3%, сыр и колбаса на 2%. А самым подешевевшим товаром этой недели стали куриные яйца, которые упали в цене на 5%. Ощутили ли рост цен тверичаний и на какие категории товаров узнали на улице города? Куриные яйца. Вот так вот молоко, пока на прежнем уровне. Не на все товары, конечно, но, например, на какие-то импортные сладости, на газировку мы ощутили. В целом, мне кажется, не на все продукты прям высокие цены стали. Конечно, некоторые сохранились. Нет, честно говоря. Но это естественный процесс. И, конечно, что-то понемножечку дорожает. Но как-то я к этому отношусь спокойно, поэтому не зацикливалась. Ну, я в магазин редко хожу, но ощущается, да, на молочные, на мясные продукты. Очень. Это то, что я заметил. На продукты ощутили. Обобщенно. Не на конкретно, на что-то. Ну, на все немного как бы. На масло, на мясные продукты. А мясные продукты как подорожали? На курицу. На курицу, да. На все. А говядина, а свинина. На все. Все подорожало. Ой, а лекарства тоже очень подорожало. Вот я каплику купаю глазные. Тысячи двести. То есть потихоньку подняли. А вы? Ой, я столько трачу лекарств. Вот недавно. 15 тысяч. Это еще не все даже. Капельницы, уколы. Раньше тратили где-то девять было. Большинство тверичан заметно ощутили подорожание товаров и услуг. В особенности лекарственных препаратов. С начала года заметно подорожал стандартный набор каждой аптечки. А именно активированный уголь на 14%, аспирин на 12% и корвалу на 18%. А пока цены на товары и услуги растут, зарплаты нередко остаются на прежнем уровне и не всегда могут покрыть жизненно важные расходы. Справедливости ради скажем, что некоторые товары и упали в цене. Например, одежда, кречневая и овсяная крупа, телевизоры и стиральные машины.